Всем привет! Сегодня у нас Gazelle Next, мотор V8 Toyota 3UZFE, машина практически новая, сейчас обо всем буду рассказывать подробно, сегодня есть такая возможность. Коротко про мотор. Мотор это у нас 3UZFE V8, 4,3 литра, 290 сил и 440 ньютонометров, оснащенный пятиступным автоматом, легендарный мотор, легендарная вот эта вся серия УZ, практически неубиваемо считается, миллионник, так скажем. Вот, сегодня он стоит у нас в Gazelle Next, Gazelle проехала всего 14 тысяч от завода. В общем, техническим заданием у нас было следующее, УZ, газ, также нужно было сделать селектор на панель приборов, ну, на панель, на торпеду, и обязательно заказчик просил выхлоп из нержавейки. Собственно, все реализовано, сейчас по каждому из пунктов я постараюсь вам объяснить более подробно, чтобы вы представляли, о чем речь. Начнем с того, что машина сюда приехала на дизельном двигателе Каменс, который 2.8, турбо. Машина приехала своим ходом, потому что 14 тысяч километров даже для Каменс не пробег. В общем, Каменс этот лежит, упакованный, новый, турбинка сухая, все это будет продаваться в дальнейшем. Суть не в этом. Суть в том, что человек изначально снял новый мотор и поставил сюда, так скажем, бэушный 3UZ. В чем логика? Логика в том, что этот мотор заведется в любую погоду, этот мотор никогда не отрыгнет в нужный момент, и этот мотор будет ездить практически всегда. Если его должным образом обслуживать, следить за ним и относиться к нему все-таки как к механизму, а не как к неубиваемому чему-то. Немножко про обслуживание мотора. Изначально, когда мотор лежит на полу, мы всегда стараемся обслужить его максимально возможно. В данном случае, в данной вот именно установке мы сделали следующее. Замена ГРМ, замена прокладок клапанных крышек, свечи, сальники, свечных колодцев. Мы залезли в распредвалы сразу, поменяли сальники распредвалов, откололи коробку, поменяли передние и задние сальники на двигатели, поменяли передние и задние сальники на самой коробке. Дальше мы залезли в стартер, в генератор, засверлили их на столе под газ, чтобы в дальнейшем стружка у нас туда не попала. В общем, сразу же было понятно, что кондиционера в этой машине не будет никогда, и мы сняли весь этот механизм, все это устройство, сделали другой ремень, короче, подготовили, так скажем. Вот, ну, естественно, как обычно, мы покрасили мотор и, в принципе, поставили. Из того, что было необычно по мотору, вот, более глубокое обслуживание, не всегда, далеко не всегда люди готовы платить за то, чтобы мы поменяли все сальники, чтобы мы поставили новые лямбды и все прочее. Но здесь не та картина, не тот случай. Вот, начнем по порядку, охлаждение. Заказчик сразу же сказал, что нужны электровентиляторы. Машина из Москвы. Вот, поставили сюда мы 80-шный, от крузака 80-го радиатор, большой, толстый. Поставили электровентиляторы с плавной раскруткой. То есть это тойотовская система, когда блок управления двигателем управляет, по сути, вентиляторами. Их включения. И их, его режимы. Такие электровентиляторы, новые, нигде уже не купить. А если купить, то по очень большой цене. Поэтому приходится все покупать контрактное. Поскольку и моторы тоже контрактные. Вот, ложим на стол, проверяем, включаем, смотрим. Все работает, все ставим. В общем, дополнительный радиатор автомата, он по-прежнему у нас всегда присутствует. Он здесь сегодня тоже есть. Мы его вынесли. И еще в данном случае у нас был уговор, что мы ставим синие силиконовые патрубки практически везде, где можно. Патрубки, которые радиаторные, основные, так скажем, они у нас синие силиконовые. Здесь вот печная вот эта вся инфраструктура «Газели» этой тоже уже поменена на силикон. Ну и все остальные шланги, которые мы используем, как я уже говорил, неоднократно. Это термогейтс, это мягкие, хорошие шланги, которые мы показываем. Клиент сразу пожелал, чтобы мы поставили ГБО с двумя редукторами. В общем, форсунки «Политрон 1.8», «Макс» скорострельные самые, дорогие. И поставили два редуктора «КМЕ Сильвер» S8, это под восьмерку, под пластик. Трассу собрали на пластике, уместили два баллона, потому что машина пятиметровая, два баллона по 130 литров поставили. В общем, отнеслись к этой установке, всегда трепетно тоже, везде продумали. Никаких вот таких вот саплей на просунках, как это обычно бывает. Вот, поставили, сделали, откатали, поездили, все работает. Все прекрасно, но единственное, что было в этой установке необычного, нам показалось, что, наверное, будет крутить раму, потому что с той стороны два баллона, они, по сути, 260 килограмм веса чистого, плюс вес баллона, могут все время выворачивать. Нам пришлось поставить распорку в раму, для того, чтобы ее не вертело. Но, несмотря на то, что мы это сделали, клиент сам об этом думал и сказал, что он все равно стоит что-то делать раму, ему не понравилось, как ее углянуть. Но это уже не такие. Вот, ну, что еще из дубового? Вот эти все шланги, как всегда, мы уже ставим это в патрон, шланги хорошие, мягкие, лонючие. Все хомутики, все новенькое, все обмылено, все проверяется. По-другому, иначе машину не соберешь, работа немаленькая, работы много, но все равно стараемся сделать как можно красивее и нежнее. В заключение подкапотки я бы хотел отметить, что по-прежнему мы стараемся оставить газель газелью, несмотря на то, что поменяли сердце. Фильтр у нас остается всегда газельский, вакуум не трогается, расширитель остался газельским. По сути, изменился токомотор, ну и немножко тут добавилось ГБО, так скажем. Хотел заметить, что блок управления двигателем у нас стоит под капотом, и в данной машине мы сделали впервые, наверное, охлаждение. Да, охлаждение блока управления двигателем. Это должно быть, но не всегда технически возможно, но у нас получилось. Ну, под капотом больше особо рассказывать нечего. Давайте пойдем посмотрим где-нибудь что-нибудь там в салоне, на яме. Салон остался неизменным. Единственное, что добавилось, это на панели приборов, на панели на самой у нас здесь поселился селектор. Это удобно, прикольно, красиво выглядит, мне очень нравится. Единственный момент, что здесь небольшая такая вставочка есть, которую, ну, от нее никак не деться, и даже не знаем, как эту проблему решать, но у меня родилась идея, можно обтягивать в термовинил. Я недавно узнал, что есть такая штука. Вот. Далее, ну, педальный узел, две педали. Здесь мы варим площадку, всегда делаем, чтобы, ну, автоматно. Ну, всегда, не всегда, но стараемся, потому что эти педали очень быстро разлетаются. Те, кто уже ездят на этих газелях с этими моторами, как только видят эти накладки, у нас начинают они разлетаться. Вот. Потом, руль. Вот есть руль, который здесь стоял. Я купил новый для того, чтобы вот на эти кнопки сделать круиз-контроль. Круиз-контроль – это хорошо, это удобно. Это включил, ножки повесил, сидишь как на скамеечке. Машинка едет сама. Ну, мне нравится, очень нравится, и ничего не стоит сделать круиз-контроль. Нужен только руль с кнопками. Вот. По поводу щитка. Щиток полностью работоспособен, он остался стандартный. Тахометр, температура, все работает, спидометр работает. В общем-то, он красивенький, менять его смысла не вижу. Ну, и в салоне больше никаких изменений не происходит. Все, что здесь могло поменяться, я уже рассказал. Пойдемте дальше. Ну, вот мы в яме. Это наша кормильница. Те, кто работает в гаражах, это поймут. В общем, как видите, выхлоп. Выхлоп сделан из нержавеющей трубы. Диаметр у нас трубы 63. Здесь стоят прямоточные у нас резонаторы. Сзади у нас стоят прямоточные две банки Magnaflow. Они тоже из нержи. Звук получился добротный, породистый. Когда на машине едешь и даешь нагрузочку, такой бубнешь. Понятно, что под капотом стоит там нелезалевский мотор. Но при всем этом бубнении басистом, это не давит на уши и не вызывает какого-то дискомфорта. Наоборот, ощущение того, что ты едешь на четкой тачке. Вот, это выхлоп. Теперь кардан. Машина уже шла с двумя подвесными. И был глухой флянец на коробке обычно. Там шлицы, здесь нет. В общем, парадокс. Передняя часть кардана идет газельская, который тонкий кардан, обычный русский, у нас топора. Средняя часть у нас идет Турция, получается, керненая. Ну и задняя тоже Турция. Сзади стоит турецкий подвесной. А здесь у нас стоял русский подвесной на скребе мягкий. Мы его убрали, потому что с ним бывают проблемы при трогании. Ну, не проблема, а небольшая вибрация именно на подвесной. Момента много. Поставили сюда подвесной от Ивека Дели. Здесь этой проблемы нет. Про распорку. Распорка, вот она у нас стоит. Здесь у нас, получается, весят два баллона. И сюда мы вставили распорину, чтобы не крутила раму. Вернусь к газу. Установщик газа делает обычно, ну, все быстро, все на скорую руку. И нам это не нравится. Я уже об этом говорил тоже. Вплоть до того, что мы сделаем все медленно и долго, мы также уделили внимание. Вот эти контрактные ремни, которые мы снимаем с моторов, мы используем вот как подкладку, для того, чтобы баллон не лежал на металле. Вот здесь вот это можно видеть. Вот у нас лежат узетовские ремни ГРМ. Вот так вот они могут использоваться в дальнейшем. Ну, также здесь проложена вот эта трасса. Все здесь у нас везде прихомучено, так сказать. Мы оставили автономный подогреватель. Фен стоит планар в салоне. Здесь вывели шланги, изготовили кронштейн бачка, но не стали его ставить, потому что здесь машина уедет в Москву и будет меняться еще бак. Бак будет ставиться алюминиевый на 120 литров. Тоже, чтобы не гнил. Вот. Почему нержа? Потому что соль, потому что реагент, потому что Москва. Ну, в принципе, наверное, по яме больше рассказывать нечего. Вы можете все сами все увидеть. Кстати, по кардану еще люди очень часто спрашивают, а балансируем ли мы кардан? Да, балансируем. Делает эта фирма НСЭТ, если кто не знает. Швы у них всегда как пластилинчиком мазаные. Всегда есть наклеечки, карданчики. Красятся карданчики, целиком балансируются. Никакого колхоза, все очень достойно. Когда строили выхлоп, думали. Думали про то, что может показаться громко. Продвелась идея. Первый раз решили попробовать поставить катализаторы. У меня лежали давно уже лежат УЗТ-овские катики. В общем, они были живые, вообще в хорошем состоянии. И в качестве пламя-гасителей, я не знаю, наверное. Они стоят у нас там впереди, после них стоят в гофре. И дальше идет вот это вот все. Что это нам дало? Это срезало некий сгон в выхлопе, высокий. Мы получили небольшой подпор все-таки по газам, потому что лямбиком считывать надо. И выхлоп не пахнет. Он не вонючий, он приятный, вкусный. Ну, поедем прокатимся. В кадрах движений. В общем, машина выполнена была, ну, сделана вся техническая часть уже пару недель назад. Она на самом деле уже две недели просто у нас стоит. По той причине, что мы хотим все это законить. Документы все сданы, мы просто ждали. Я послезавтра поеду уже оформлять эту машину. Гаин сам выкину в истории, в инстаграме этот момент. Вот. Что мы будем сюда писать? Писать мы будем сюда 3УЗ, КПО. Раздельный выхлоп у нас будет вписан. Спойлер. Силовой пампер сзади у нас стоит. И инструментальный ящик. Так что все будет абсолютно, как говорится, законно. Камец у нас Евро-4. 3УЗ у нас Евро-4. Ну, в принципе. Ну, вот он звук, если вы слышите. Не знаю, слышно, нет. Сключок этот. Машина очень легко едет. Вот этот вот мотор дает ощущение того, что ты едешь не на грузовике, который весит практически 3 тонны и длиной в 5 метров. Ощущение того, что ты едешь, ну, не знаю, ну, на иномарке какой-то нормальной. Чем примечательен всегда Next, это то, что у него хорошая кабина. У Next реально хорошая кабина. И когда стоит еще и хороший мотор, получается хорошая машина. Вот. Ну, что еще добавить? Не знаю я. В общем, мы будем дальше делать такие же тачки. Мы будем делать это каждый раз лучше, потому что каждый раз мы что-то придумываем новое, каждый раз что-то открываем для себя, что-то упрощаем, что-то делаем лучше для клиента, что-то делаем лучше в принципе. И каждая машина, мы вкладываем в нее душу, как я уже говорил, очень тратим много времени, сил, естественно, на это на все тратится немалая сумма. Но мы идем вперед, мы не стоим на месте, мы вместе с вами будем потихонечку развиваться. Вы смотрите наши ролики, потому что я все буду рассказывать, а мы будем херачить в гараже. Всем пока, до новых встреч, всем ровных дорог.